Пациенты областного онкодиспансера проходят обследование на самом современном оборудовании. Сканирование на компьютерном томографе длится всего несколько секунд. Врач получает точное изображение, которое помогает ему верно оценить ситуацию, грамотно спланировать лечение. Своевременная диагностика позволяет выявить рак на ранней стадии, когда болезнь можно победить. Но так бывает не всегда. Незлечимым пациентам помогают в палеотивном отделении. За ними ухаживают, оказывают им психологическую поддержку, облегчают боль. Палеотивную помощь оказывают на дому, ведь пациенты последние дни своей жизни хотят провести вместе с родными и близкими. Специалисты на выезд берут с собой вот такие ящики, их называют медицинской укладкой. Внутри все необходимое оборудование, препараты, перевязочные материалы. Ежегодно в регионе о диагнозе онкологии узнают порядка 16 тысяч человек. Приблизительно 30 процентов из них находятся на поздней стадии заболевания и нуждаются в палеотивной помощи. Все считают, что палеотивная медицинская помощь связана исключительно с онкологией. Это не так. Одна треть это онкологические больные, две трети пациенты с неонкологическими заболеваниями. Какое же количество наших сограждан в этом нуждается? Это около полутора миллионов. В состоянии перспективы оказания такой помощи обсуждают эксперты на межрегиональной научно-практической конференции. Сегодня в Самарской области для палеотивных пациентов работают стационары, онкокабинеты, специализированное отделение, отделение сестринского ухода. В прошлом году еще в соответствии с указом президента по получению губернатора Дмитрия Игоря Чазарова была принята программа на территории Самарской области, то это направление стало активно развиваться. Закуплено и новое оборудование в отделении, оказывающее палеотивную помощь. Закуплено новое оборудование за счет федеральных средств именно для пациентов, получающих помощь на дому. Это тоже впервые. Соответственно, здесь у нас есть к чему стремиться, есть что развивать. Среди направлений, которые нужно развивать, работа с кадрами. Не всем дано контактировать с такими больными в присутствии. Я волнуюсь, я говорю, потому что я уже 10 лет работаю. Каждая моя встреча с родственниками, с больными, это как первый раз. Теперь палеотивная помощь, впрочем, как и онкологическая, станет доступнее благодаря реализации на территории региона нацпроекта здравоохранения. Об этом в своем послании говорил губернатор Дмитрий Азаров. Так, федеральные средства будут направлены на дооснащение областного онкодиспансера и онкологической службы в Тольятти. Планируется открыть 12 центров амбулаторной онкологической помощи. Кроме того, сформируют единый реестр пациентов с таким диагнозом. Это позволит отслеживать и, главное, улучшать качество проводимой терапии. Мария Акимова, Роман Апарин, Новости губернии.